И опять про медиков, значит, две новости в одной. Значит, первая новость, в Совете Федерации предложили лежать пожизненно диплом врачей, отговаривающих от прививки от ковида. Сделал это кандидат медицинских наук Александр Башкин. И вот его цитата. «Я убежден, что в таких случаях должно быть пожизненное лишение диплома врача. Врач, который отговаривает от вакцинации, это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики. И, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией, заявил сенатор». Итак, с одной стороны, лишать пожизненно дипломов тех врачей, которые отговаривают от прививки ковид, а с другой стороны, тем медикам, которые делают прививку ковид, за каждого привида от ковида выплачивать 200 рублей. Ну, там, значит, там на бригаду, значит, тот, кто осуществил осмотр перед или после вакцинации, 40 рублей, за укол 30 рублей, а тот, кто проконсультировал, вакцинирую ему, ого, тому 60. Ну, то есть не очень много, но какая-то копеечка, тем не менее. Ну, а количество-то сколько вакцинировано? Да, 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 значит, как эти три бабушки уже рубль, да. В общем, и кнут и пряник. Задумались. Мы тут, нет, не об этом, мы призадумались, да, насколько можно теперь, как теперь смотреть в глаза врачам, когда они, с одной стороны, рискуют своим дипломом, если вдруг искренне считают, что и скажут вам о том, что, так сказать, прививка вам лично, например, не нужна, а вот, и врачам, которые, так сказать, пусть 50, пусть 40, ну, каких-то рубликов. 60 рублей. 60 рублей, вот за это, сказать, вам прививка нужна. Вот вам нужна в первую очередь. Вот вам точно, вам в первую очередь проходите. А вы говорите, доктор, а я вам 120? И скажите правду. Значит, так, на всех случаях, специально для Роскомнадзора и для всех остальных, значит, ну, как это назвать, смотрящих. Надзирающих органов, да. Нет, смотрящих, смотрящих нашу программу. То есть для зрителей, да. То есть, да, для зрителей, для необычных зрителей, которые понимают какое-то решение. А что касается меня, я вот за, я сам вакцинирован, ребята наши как бы вакцинированы, но это как бы по многим причинам, где-то мы себя, может быть, даже принесли в жертву науки, скажем так. Чего вы там в жертву? Вот я переболел, я принес в жертву. Нет, я считаю, именно так, в жертву науки. Руки ты не мыл. Да, непростые люди, академики вот здесь, за этим столом, говорили, что через какое-то время, конечно, 100% у нас будет самая лучшая в мире вакцина. Она может быть и сейчас, но пока, как бы, некоторые люди находятся, то есть говорят, что, ну, мы не можем вот точно сказать. Есть такие, к сожалению, и мы понимаем. Но если выбирать между вот этим злом и этим злом, вот мы, например, выбрали вакцину. И думаю, что это единственный правильный путь. Вот за что мы призываем. Но, ребята, скажите мне, пожалуйста, как я должен подойти, что для меня врач? Для меня врач – это очень важный человек. Это истина в последней инстанции побачит. Вот хожу, я говорю, там, болит, не болит, что мне делать, как мне быть и так далее. Но как я могу говорить с человеком, которому заплатят денег за то, что он мне что-то скажет? Два раза по 30 ему заплатят, да. Ну, скажите, но ведь у нас же общество, это же не просто так. Мы же все, мы все такие засранцы, мы все думаем, подозреваем, не доверяем. У некоторых еще сохранилось вот это критическое мышление, будь оно неладное, которым, на самом деле, меня лично учили даже в советской школе. Я вот помню точно. Вот, понимаете? Ну, вот как. И, Борисович, давай я немножко сведу это сейчас коллегами. Ты не своди, ты не своди, у нас эксперт. Сейчас мы представим эксперта, я имею в виду, что теперь врач, который стоит перед возможностью все-таки выяснить, есть ли у человека жалобы, официальная причина для медотвода от прививки, получается, ему это материально невыгодно делать. Он меньше за это получит денег. И это тоже. Вот что настораживает. И по поводу нарушения клятвы дипократа. Дипократа, да. Да, дипократа. Хорошо, давайте уже эксперта, потому что вопросы все заданы, да, наши сомнения понятны. Максим Андреевич Шенгаркин, политик. Максим Андреевич, здравствуйте. 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 Максим Андреевич все слышал, поэтому можете не задавать вопросы. Да, да, да. Прямо вступайте в дискуссию. Пожалуйста. Да, друзья, но в пику члену Совета Федерации сразу хотелось бы инициативу от гражданского общества, да. Если член Совета Федерации сказал какую-то глупость, можно его тоже пожизненно лишать права на занимание избираемых должностей. Значит, лишение кого бы то ни было права на использование специальности по диплому, ну, то есть отзыв образования, у нас, Российская Федерация, может осуществить быть только по суду, и не потому, что человек отрицает те или иные истинные знания, которые он получил в ходе получения специальности, а только в том случае, если он формально нарушил процедуру получения образования. Ну, условно говоря, были фальшивые экзамены, фальшивые зачеты и прочее. Поэтому если член Совета Федерации не имеет представления об устройстве образования в Российской Федерации, ему лучше прямо сейчас снять полномочия с себя, чтобы не позориться. Причем это касается не только врачей, а всех остальных. Теперь что о дискуссии, связанной с деньгами. Так устроена система государства, что, в принципе, органы государственного управления, а Минздрав у нас является органом управления, субъекты Федерации, которые определяют порядок действий, в том числе медицинских учреждений на территории субъектов, я как депутат Государственной Думы в прошлом трактую, они определяют. Поэтому право или неправо давать премию, это вряд ли можно оспорить. Потому что, условно говоря, работодатель всегда определяет порядок поощрения за выполнение любых других процедур. Конечно, возникает вопрос, почему за, допустим, прививку по этому повидловирусу дают какие-то преференции, а, допустим, за проведение дополнительных вакцинаций, ну, за тот же самый грипп, такую премию вроде как не дают. Но это вопрос все-таки на уровне работодатель и работы. А теперь, Максим Андреевич, ну вот, а теперь, да, работодатель имеет право и так далее, там подобное. А теперь вот как политик? Вот и как теперь смотреть в глаза этим врачам, когда я знаю, что я его спрашиваю, доктор, мне надо сейчас, вот я вот то, я сё, у меня это, у меня пятое, у меня десятое. Но я знаю, что за слово «да» ему дадут 60 рублей, за слово «нет» ему ничего не дадут. Вот, а здесь как раз я и хотел перейти к той клятве Гиппократа, о которой вы говорили. В этом и заключается смысл врачебной деятельности. И вы это все знаете, и наши зрители, слушатели это тоже, естественно, знают. Вы знаете, существует принцип лечащего врача. Если больной плох, то врач проводит процедуры. Он проводит медицинские всевозможные действия, и в случае, если его компетенции не хватает, именно он становится инициатором проведения врачебного консилиума в случае, если принять решение самостоятельно не может. И вот решение этого консилиума, если это не оспаривается в судах по существу, оно является в отношении конкретного пациента, ну, условно говоря, последним словом, как решение Верховного суда. Это по аналогии именно с юриспруденцией. То есть, если ваш влечащий врач, даже получая или не получая зарплату или премию, он как врач, который именно придерживается клятвы Гиппократа, защищает ваши права и интересы, то никто не вправе его заставить сделать вам те процедуры, которые он полагает для вас опасными, избыточными или неприемлемыми. Это вот как раз закон, основывающийся на клятве Гиппократа. Это, по сути, по аналогии, понимаете? Судам, конечно, могут тоже выплачивать, ну, грубо говоря, премии за всевозможные вещи. Но мы с вами принимаем все вместе, включая президента Российской Федерации, независимость судов. Вот точно такая же независимость в выборе формы лечения нам дана тем же самым объемом законодательства, когда мы с вами говорим о врачебных процедурах. Поэтому решение кого бы то ни было из врачей, не то что образование, а право продолжать работу, ну, то есть увольнение, в связи с принятым решением, это абсолютное беззаконие. Как если бы мы увольняли судей, которые вынесли то решение, которое не понравилось кому-то из другого, ну, там, из вышестоящего руководства. Нет, ну, надо учитывать то, что сегодня это в обычных, при обычных стечениях обстоятельств, при нашей обычной размеренной жизни. Но у нас сейчас, конечно, безусловно, другая история. У нас эпидемия, у нас действительно умирает люди. Мы не знаем, во что это выльется. Это не совсем те условия, когда... Потом, ну, что значит беззаконие? Ну, примут закон и не будет беззакония. Все. Нет, я тут хочу возразить. Первое, у нас эпидемии нет. У нас эпидемия – это конкретная процедура. Она у нас не принята правительством Российской Федерации, не акцептована органами государственного управления. То есть никто эпидемиологическую ситуацию не объявлял. Мы порога, установленного, кстати, законодательством, не преодолели. Это факт. Второе, о прививках. У нас, на самом деле, не существует прививок сегодня, которые прошли полный объем, полный, подчеркиваю, объем для того, чтобы считать их законченными по прохождению к применению. У нас третий этап. Вот это то, что сейчас идет. Вы можете прийти, получить... Слушай, я не специалист, но уже 40% населения привито, и, в принципе, какие-то данные, даже если... Ну, как это? Ну, как? Чего не хватает? Для того, чтобы их, да, признать... Я вам рассказываю, процедуры. Не хватает соблюдения процедуры, установленной законодательством. Необходимо, чтобы в течение трех лет было установлено последствия. Дело в том, что есть последствия наблюдаемые. Считается, что в течение трех лет от применения медицинских процедур могут возникать последствия. С момента введения первой вакцины первому, ну, условно говоря, подопытному человеку не прошло формально даже трех лет. Три года установил не я, это установила ВОЗ, акцептовала российская медицина. Ну, значит, ВОЗ нарушает эти же свои законы, видимо, по какой-то причине, потому что ни у кого не прошло три года, мы-то что? У нас всего лишь 40%. 48%. Да, 48%, да. А там уже под 90% практически во всех там странах европейских. Ну, о чем мы говорим? О законе сейчас? Да, мы, к сожалению, мы с вами говорим о законе, потому что содержательная часть нашей беседы началась с комментариев члена Совета Федерации, который является самостоятельным субъектом законодательной инициативы. Да, его заявление, оно, по сути дела, является заявлением на изменение нормы права. Я вам трактурую, да. Понятно, нет, но для меня это больше этически, понимаете, у нас социум, у нас есть какие-то, знаете, у нас, я не побоюсь этого слова, понятия, да. И не только у нас, вообще у людей. То есть, помимо всего прочего, знаете, мы же без всякого закона каким-то образом умудряемся разъехаться на дорогах, да. Пропустить кого-то, да, нигде не написано, что я его обязан. Мы как-то договариваемся, то есть... Это хорошее замечание, с учетом того, что правила дорожного движения действительно не являются законом, а устанавливаются в постановлении правительства, что тоже является, конечно, анекдотическим. Ну, хорошо, вы понимаете, о чем я, да, я понимаю, невозможно регламентировать весь наш спектр отношений, мыслей и так далее, но невозможно. Здесь точно так же, я просто считаю, что это определенная провокация, она не принесет должного эффекта. Ну, если нам надо всем вакцинироваться, в конце концов, это не лучшая мысль. Как бы оно обратный эффект не оказало. Да, почему? Потому что, ну, это не надо нас провоцировать, заставлять там кому-то не доверять, тому же врачу, которому мы знаем, что ему заплатят за правильную консультацию денег. Да, учитывая, да. Ну, имеется в виду, вот так, все проще. Я хочу обратить внимание на одно следующее простое обстоятельство. Дело в том, что если человек невакцинирован сам по себе, то это его риски. То есть невакцинированный человек не несет риска для третьего лица. То есть, вот еще раз подчеркиваю, человек рискует только тем, что он подхватит от кого-то вирусы, будет болеть, ну, там, условно говоря, сильнее, чем предполагалось. Ну, да. Ну, для себя, самого человек делает риск, но третьему лицу он не угрожает. Но когда тебе предлагают сделать прививку, обращаю внимание, человек находится под принуждением. Например, юрист нашего фонда сделал прививку первого октября. Максим, мы не можем дальше. Мы и так пропустили нашего разговора. Хорошо. Все, мы хорошо планили, высказались. И еще поговорим. Ведь эта инициатива будет какое-то иметь продолжение, и наша беседа тоже. А сейчас большое спасибо Максиму Андреевичу Шингаркину, политику.